Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». И сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Чупахина, директор департамента городской среды, министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области. Елена Юрьевна, здравствуйте! Добрый день! Ну, не зря мы вас пригласили в студию. На самом деле, все-таки уже апрель, весна. А весна — это у нас пора чего? Всегда начинаем убираться, приводить все в чистоту, порядок, делать нашу среду комфортнее. Ну и, соответственно, хочется понять сейчас весной, какие планы, с чего будет все начинаться, как все будет продолжаться. Еще раз добрый день! Хочется отметить, что с 4 апреля 2022 года запущен трехмесячник благоустроительных работ на территории Ульяновской области. В рамках трехмесячника будет проведено 7 субботников, 6 субботников и один день чистоты и порядка в Ульяновской области на территории всех муниципальных образований. На сегодняшний день собраны планы от муниципальных образований, что хотят сделать. Это будет у нас в первую очередь уборка случайного мусора, посадка деревьев, кустарников, озеленение. И, конечно, самое главное — это разбивка клумб и газонов, чтобы привести наше муниципальное образование, города и населенные пункты в красоту, уют и комфорт. Здесь инициатива от людей все равно идет. Нельзя же вот так, вы будете разбивать клумбы. Здесь надо по-другому действовать, наверное. Конечно, мы приглашаем всех жителей, во-первых, выйти на территории своих дворовых территорий, привести их в порядок для того, чтобы в летний период наблюдать красоту, которая складывается у них. А в парке и сквере в основном у нас так приводят в порядок это муниципальные учреждения и субботники, в которых участвуют неравнодушные люди, которые действительно рдеют за благоустроительные работы на нашей территории. А вот, кстати, по поводу людей, которые хотят жить в комфорте, может быть, вы знаете, их больше становится с каждым годом. Или все-таки есть определенная группа энтузиастов, которые закрепили за собой эту позицию и плюс-минус не так заметен. Ну, хочется отметить, что реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется с 2017 года. И если в 2017 году мы наблюдали лидеров общественное мнение, буквально 5-10 человек в каждом муниципальном образовании, то сейчас, когда мы проводим обсуждение проектов по реализации проекта, их становится все больше и больше. Люди принимают участие сами в реализации, проектов, то есть предлагают, что они хотят видеть на этой территории, и, соответственно, уже следят за подрядчиками, которые выполняют эти работы. Соответственно, их становится все больше и больше. Это отрадно, и хочется сказать им всем большое спасибо за это. И вот еще хотел уточнить такой момент. В городе, понятно, в городе мы все видим, как происходит уборка, благоустройство. Муниципальные образования активнее участвуют? Они просто где-то далеко, не всегда до них доедешь, увидишь то, что там на самом деле тоже чисто и красиво. Да, между прочим, хочется отметить, что в муниципальных образованиях даже более активные жители выходят на субботники, выходят на те мероприятия, которые организуют муниципальные образования, чем в городе Ульяновске. В городе Ульяновске нередко можно отметить, что это только государственные муниципальные служащие, которые выходят на субботники, и небольшая часть людей, которые действительно убираются в своих дворовых территориях. А там непосредственно уже все жители выходят и благоустраивают свои населенные пункты. Вообще, сколько всего объектов планируется благоустроить, вот сейчас, начиная с весны? В 2022 году благоустраивается у нас 90 дворовых территорий и 17 общественных территорий в семи муниципальных образованиях, которые входят в реализацию национального проекта. Это город Ульяновск, город Димитровград, город Ново-Ульяновск, Барышское городское поселение, Инзинское, Сенгелеевское и Силикатный, как моногород. Там все готово, техника, люди, контролирующая общественность. Контракты заключены по всем общественным и дворовым территориям. Подрядчики готовы выйти. Закуплены материалы на благоустроительные работы. Люди, которые осуществляют контроль, заказчиками являются это муниципальное образование, администрация муниципальных образований. И во всех муниципальных образованиях созданы общественные комиссии, в которые входят представители как и общественных палат, как ОНФ, как представители депутатского корпуса, прошу прощения, и, конечно, лидеры общественного мнения. Они осуществляют непосредственный контроль ежедневный. Представители департамента городской среды осуществляют еженедельный выезд на объекты и уже смотрят качество выполненных работ и сроки, которые установлены в муниципальных контрактах. А вот такой момент, что, ну, не знаю, погода нас в апреле не очень порадовала, тут и снег опять, и дождь, это на сроки никак не повлияет? Сроки реализации национального проекта – это 1 сентября 2022 года. Если у подрядчиков закуплены все материалы, объекты благоустроить, ну, достаточно где-то 30-60 дней при хороших погодных условиях. Будем надеяться на жаркое лето, и нас это не подведет. Вот много говорили о муниципальных образованиях, и, соответственно, нельзя обойти стороной конкурсы малых городов и исторических поселений, потому что, ну, такой интересный момент, он важен и для тех, кто проживает в этих населенных пунктах, наверное, в первую очередь, ну, и в целом для жителей области он важен в том плане, что, ну, видна забота о тех, кто живет в небольших каких-то поселениях. Вот здесь, что было в прошлом году сделано по этой программе, по этому конкурсу, и какие планы на 2022? Ну, хочется отметить, что всероссийский конкурс был запущен по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В 2018 году Ильянская область приняла участие и стала победителями сразу в двух населенных пунктах. Это Сенгеле и Инза. Были благоустроены прекрасные территории, которые радуют жителей и этих населенных пунктов, и даже жителей области и соседних регионов. В 2021 году мы стали победителями в трех муниципальных образованиях. Это рабочий поселок Сурское, рабочий поселок Корсун, как исторические поселения, и город Барыш, как малый город с численностью 20 тысяч человек. Объекты благоустроены. Хочется сказать, конечно, эти объекты более значимы в плане выделения денежных средств. На них выделяется по 50 миллионов рублей с федеральных источников. И плюс областное финансирование. Конечно, территория более значимая, чем парки, которые мы благоустроены просто в рамках ФКГС. В 2022 году мы тоже победители. Второй раз город Инза стали победителями. Первый их парк имени Горького. Один из лучших парков, которые были благоустроены в 2019 году. В этом году мы благоустраиваем улицу Тухачевского. Это центральная улица города Инза. Подрядчик определён, тоже готовы выйти на работу. Материалы закуплены. То есть в 2022 у нас только Инза получилась? Только Инза, да. Но на 2023 год мы готовим заявки в трёх населённых пунктах. Но я хочу сразу здесь оговориться. Мы не все можем участвовать в этом конкурсе. Здесь участвуют только малые города. У нас их не так много. Это город Барыш, город Инза, город Сенгилей и город Новоульяновск. И исторические поселения. Это Сурска и Корсон, которые являются на региональном уровне историческими поселениями. Поэтому надо сказать, что мы с этими населёнными пунктами активно участвуем в этом конкурсе. Я надеюсь, что победа будет в 2022 году тоже за нами. А вообще побеждать в таких конкурсах муниципальным малым городом сложно. Как-то помогаете? Потому что тут же самое главное грамотно расписать проект, обосновать, почему, для чего. И правильно, наверное, его защитить. То есть здесь, наверное, нужна помощь. Ну да, здесь помощь, конечно, нужна. Но хочется сказать, что в помощь нам оказывают хорошие проектные команды, которые расположены и на территории Ульяновской области. Это и московские проектные команды. И команда была и есть в Сурском. Это казанская команда проектантов, которые активно проводят обсуждения с жителями. В первую очередь, какой участок хотят они благоустроить, в первую очередь. Потом, какие мероприятия они хотят видеть на этой территории. И, соответственно, вот эта взаимосвязь, муниципальное образование, проектная команда и жители, которые понимают, что хотят, и потом они видят результат того, что их мнение услышано, конечно, дают о себе положительный результат. Да, участие, конечно, очень, так скажем, волнительное и трудное. Если победителями становятся 80 проектов, а подают заявки 360, то, представьте, выигрывает только четвертый. Поэтому мы можем с гордостью сказать, что Ульяновская область является лидерами в данном проекте. А вот вы сказали, что люди могут действительно увидеть, что было в проекте, и потом, как это все воплощено в жизнь. А если что-то не так? То есть, вроде бы выбирали вот это, а что-то там не то сделали, не те материалы были. Будут переделывать? Да, подрядчики. Мы не имеем права отойти от того, что мы защитили на этом всероссийском конкурсе, и все материалы, все объекты, которые мероприятия, так их назовем, которые хотят увидеть люди на этой территории, они осуществляются на конкретной позиции, которую уже принимают жители и видят результат. Соответственно, жители принимают, контролируют тоже они? Да, это общественная комиссия, о которых я говорила чуть ранее, созданная в наших муниципальных образованиях, и без их помощи мы не можем даже, так скажем, существовать. Это вот та, наверное, тот мостик, который есть между администрацией и подрядчиком, который выполняет работы. Жители проверяют, но жители у нас, люди такие, идут на работу, могут зайти на эту территорию, посмотреть и потом позвонить и сказать, товарищи, там что-то не так, обратите на это внимание. Поэтому вот помощь наших лидеров это очень большое подспорье в реализации нашего национального проекта, который мы реализуем в шестой год. Ну и вообще так, мне вот нравится вот в этом конкурсе, если малые города брать, что действительно можно участвовать по большому счету каждый год. То есть нет такого, что вот выиграли, ну все, ребят, теперь там, я не знаю, пять лет ждите. Не каждый год я... Нет, не каждый? Нет, через год. Через. Через год. Но все равно, то есть на две группы разбит. Год не пять. Да, конечно, поэтому мы и рады, что вот, допустим, Инза выиграли второй раз. И подспорье, знаете, приезжая в город Инзу, зайдя на их парк имени Горького, я хочу сказать, это прям гордость. Гордость не только Инзы, но и гордость Ульяновской области. Такой парк у нас, ну, может быть, еще несколько пересчитать по пальцам. А это все-таки не областной центр, это малый город Инза. Ну это здорово. И здорово, что общественность так включается в работу. То есть и подсказать, и посмотреть. Мимо никто не проходит, все заинтересованы. То есть такой проект, который аккумулирует, наверное, всех вместе в нужном направлении. Ну да, мы всегда говорим, что наш проект создали люди сами для себя. Вот. Вот это прям максимально правильное, наверное, описание этого проекта. А еще такой момент, все-таки, наверное, нельзя его обойти стороной. Это импортзамещение. Сейчас, в общем-то, ситуация довольно сложная, возможно, с материалами, с технологиями. То есть здесь есть какие-то подводные камни? Или в принципе все на нашем, на российском делается? Вы знаете, наверное, это тоже один из плюсов, которые мы можем себе в копилочку положить. То, что при разработке дизайн-проектов, когда осуществляется разработка дизайн-проектов, мы используем своих товаропроизводителей. У нас очень хорошие есть все малые архитектурные формы. Это есть у нас и освещение. То есть ребята, которые завоевали не только ульяновский региональный рынок, но и рынок уже Российской Федерации. Поэтому нам не стыдно с нашими детскими площадками, которые производит «Солнечная поляна», конкурировать с другими муниципальными образованиями, которые расположены на территории других регионов. То есть это даже и производство непосредственно не то, что российское, а прямо ульяновское? Прямо ульяновское производство. То же самое светотехника, которая производит освещение. Причем ребята не стоят на месте. И если мы говорим о каких-то новшествах, которые мы видим в других регионах, они быстро перестраиваются и предлагают нам такие же светильники, которые есть и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и так далее. Поэтому хочется и здесь нашим товаропроизводителям сказать огромное спасибо, что, думаю, наш проект не будет зависеть ни от какого импорта. То есть, в принципе, там никаких проблем в поставках не должно быть? Нет. Во-первых, уже заключены контракты подрядчиков с поставщиками товаров и услуг, так скажем. Поэтому мы ждем только хорошую погоду. Как только солнышко даст нам о себе знать, мы можем выходить и осуществлять благоустроительные работы. А участие жителей в благоустройстве – такое, наверное, неотъемлемое условие для планирования и выполнения работ вообще в целом? То есть жители должны понимать и должны помогать? Ну, я еще раз говорю, проект для людей и с помощью людей. Вот. А, соответственно, как жители могут вообще принять в нем участие? Ну, давайте тогда, скажем так. Во-первых, наши… Потому что какие точки могут занять? Да. Значит, наши жители, первую точку, которую они занимают, это выбор территории. И второй год подряд на территории Российской Федерации проводится рейтинговое голосование по отбору территорий на следующий год. В этом году рейтинговое голосование состоится с 15 апреля по 30 мая. Мы просим принять всех активное участие в выборе дизайн-проектов территории, которые мы будем благоустраивать в 2023 году на территории наших семи муниципальных образований. Это первое. Следующее. Жители сами участвуют в обсуждениях дизайн-проектов, которые мы благоустраиваем. Только они могут предложить те детские площадки, которые они хотят увидеть на этой территории. В ту плитку, которую они хотят увидеть. И, соответственно, без мнения жителей здесь не обходится. Ну и следующий этап – это приемка наших общественных территорий и дворовых без жителей, которые не осуществляются. И мы даже оплату подрядчикам не производим, пока нет акта приемки общественной комиссии. Поэтому это один из факторов, наверное, реализации программы ФКГС. Что житель – это главный человек в нашем проекте. То есть без жителей, без их такого уверенного «да» и не будет денег? Да. То есть это как-то подстегивает подрядчика, дисциплинирует? Хочу сказать, да. И если нашим жителям что-то не нравится, подрядчики уже даже не вступают. Если в первые годы они говорили, что они понимают, это же они не специалисты, то теперь уже подрядчики говорят, да, лучше нам исправить это все и получить наши денежные средства, чем осуществлять какие-то там дрязги. То есть такой момент еще в воспитании подрядчика, наверное. Да, соответственно. Ну, хочу сказать, у нас хорошие подрядчики, они у нас постоянные подрядчики, поэтому особых претензий даже нет уже и у жителей. Если только появляются какие-то залетные подрядчики, так их назовем, которые приезжают. В прошлом году у нас почему-то очень много было подрядчиков из Тольятти. Вот здесь, конечно, был контроль очень жесткий, и, надо сказать, им, наверное, не очень это понравилось. И думаю, что они уже больше к нам не придут. Ну, с другой стороны, может быть, наоборот, такие, а вот как контролируют, может быть, нам надо лучше работать. Было бы хорошо, если бы такая ситуация заставила людей задуматься о том, насколько качественно они выполняют свою работу. Согласна. Ну, хочу сказать про подрядчиков Ульяновской области, которые реализуются благоустроительные работы. Ну, в принципе, проблем у нас не очень сильно много. Единственное, что иногда нас подводит погода. Ну вот второй раз, как вы сказали, будет проводиться голосование. Сейчас как подготовка идет? Все готово? Люди, проекты? Да, проекты готовы, значит, все у нас заведено в систему. Голосовать мы будем на площадке «За город. Среда». Эта площадка уже второй год существует. Все проекты занесены, проходят модерацию федеральную. Это не так просто, не только региональная федерация, но и проводят, осматривают эти проекты и федералы. В соответствии качество, выполняемость работ. И, соответственно, наши основные помощники – это волонтеры. Волонтеры до 1 апреля должны были зарегистрироваться на сайте добро.ру. Был определенный КПА, это 170 человек, но мы набрали у нас, я еще раз повторяюсь, очень много неравнодушных как молодых людей, так и людей уже в возрасте, и серебряный возраст. И, соответственно, у нас больше 200 человек стали волонтерами, которые будут непосредственно помогать в реализации рейтингового голосования. То есть будут объяснять, за что голосуем, как голосуем, и, если будет необходима помощь, просто зайти на этот сайт «За город среда». У нас есть определенные технические средства для этого. Волонтеры одеты у нас в экипировку соответствующую, появятся баннеры, листовки, соответственно, мы готовы к рейтинговому голосованию. Ну, а вообще такой момент, вот вы говорите, да, что волонтеры разновозрастные, мне кажется, это максимально хорошо, потому что, ну, каждый может захватить свою определенную целевую аудиторию, кому поверят. Да, согласна, очень согласна. Почему? Потому что если войти в аудиторию студентов, допустим, молодой в возраст, да, то нужен молодой, креативный волонтер, который на их языке им же все объяснит. Да, соответственно. Ну, а есть у нас люди преклонного возраста, которые, хочу сказать, очень активно участвуют в реализации нашего национального проекта. И, конечно, уже здесь у них диалог между собой сложится лучше, чем придет молодой человек, да, и расскажет на своем молодом языке, так скажем, креативном. Поэтому хочется сказать спасибо и молодежи, и серебряному возрасту. И у нас есть волонтеры семейной династии, то есть это и жена, и муж, и дети уже, да. И дети уже подкончили. Вот как показывает прошлый год. И они уже, конечно, предлагают свои креативные места на этой территории. Но мы, конечно, прислушиваемся к их мнениям. Волонтеры будут на каких-то точках базироваться или, в принципе, могут курсировать по городу? Они будут и на определенных точках. Это супермаркеты, где осуществляется большое скопление людей. Но в основном будет курсировать по городу. Соответственно, это будут и школы задействованные, это и институты, и промышленные предприятия и так далее. Ну а так, что вот, например, сидят люди во дворе на лавочке, разговаривают, к ним подходит волонтер. Такое может быть, да? Да, соответственно. Пугаться не стоит. Пугаться не стоит. Почему? Потому что, как правило, это еще и старшие по дворам. Дома, многоквартирам которых мы делаем благоустроительные работы. И они уже, выходя на лавочки к своим жителям, им объясняют и помогают им голосовать. А сколько территорий в этом году в голосовании будет принять участие? 16 территорий. Мы голосуем только за общественные территории в семи муниципальных образованиях. А если Ульяновск брать, здесь какие точки? Здесь пять территорий у нас. Парк «Дружба народов», театральная площадь, это около драматического театра, это парк «Семья», это «Новое поколение» и, если не изменяет память, это три поколения. Это «Нарепино». И вот, соответственно, вот из этих... Нет. Нет? Эти пять территорий мы будем благоустраивать, и мы выбираем хороший проект, который понравится жителям. Еще раз. Еще раз. А проекты уже созданы? Они созданы уже, в принципе, прошли общественное обсуждение, но, тем не менее, кто-то хочет лавочку красную, а кто-то хочет беседку синюю. Да, и, соответственно, вот здесь мы по рейтинговому голосованию, по итогам рейтингового голосования еще более четко определим, что же нам нужно сделать в 23-м году. А в 22-м у нас по голосованию уже... Да, это 17 территорий, которые мы благоустраиваем по итогам прошлогоднего рейтингового голосования. 17, в этом году 16. На следующий год 16. На следующий, да. Ну, понимаете, показатели национального проекта, спасибо, конечно, деньги у нас не увеличиваются, но хотя бы снижаются показатели. Ну, в целом, у людей отклик наверняка, вот два года уже голосование идет, соответственно, есть же какая-то обратная связь? То есть, например, приезжали уже туда, где благоустраивали, там, что говорят, действительно воплотили в жизнь то, за что голосовали, или где-то что-то пошло не так? Ну, знаете, хочу сказать, мы очень... Я сказала, что мы выезжаем еженедельно в муниципальное образование по контролю качества, сроков, и когда люди подходят, ну, больше положительных откликов, чем отрицательных, люди благодарны за реализацию того, что они хотели увидеть. А вообще, вот, когда собирается вот этот вот пул, да, проектов, за которые, ну, которые выбираем, то есть вот 16, да, организован пул, вот в него как попасть, как свою территорию предложить, как, ну, вот, например, хочу я, чтобы парк юности сделали, там, или еще что-то, куда идти, кого просить, Как? Ну, давайте тогда немножечко отойдем в 2018 год. В 2018 году было голосование, тоже так, скажем, рейтинговое, но оно было очным, не на какой-то платформе, а очное. Тогда во всех крупных супермаркетах стояли урны, куда жители отправляли свою записочку с желанием благоустроить ту или иную территорию. Затем общественная комиссия, согласно голосам, которые жители отдали за ту или иную территорию, составили рейтинг. И мы этот рейтинг должны с вами выполнить в процессе реализации нашего национального проекта. Мы идем по номерам. Вот есть у нас, допустим, пять территорий. Мы отобрали из этого перечень. Поэтому все эти предложения – это предложения наших жителей в 2018 году. То есть, в принципе, я просто помню, вы сказали, я сразу вспомнил, да, вот эти вот урны стояли, да, я писал туда, говорю, хочу, парк юности, опускал. А если бы мое предложение было единственным, то есть это, соответственно, куда-то… Ну, то есть он ушел на 44-й номер, но будем надеяться, что мы его тоже когда-то восстановим. То есть даже один голос он все равно уже решал? Да, конечно. То есть с 2018 года? То есть сейчас уже там как-то добавить территорию не получится? Ну, пока мы должны благоустроить то, что хотели люди в 2018 году. А сколько получается в 2018 году? Вообще мы должны благоустроить на территории всей Ульяновской области 360 территорий. 360. Ну, на сегодняшний день мы близки к 80. Ух ты. То есть, ну, в принципе, надо запастись терпением. Терпение. Но думаю, что все это реализуемо. Спасибо всем неравнодушным жителям за участие в нашем проекте. Ну что ж, здорово. Все. Я думаю, все запомнили, все примут участие. Тем более, вы говорите, неравнодушных людей становится все больше и больше. Ну, а пока голосование еще не началось на субботнике скоро. Можно там себя проявить, выйти и помочь городу стать ярче и чище. Да, мы приглашаем всех на первый весенний субботник, который состоится 8 апреля 2022 года. Милости просим. Будем делать наши города и населенные пункты еще краше и уютнее. Спасибо большое за интересную беседу, за такой небольшой ликбез, как происходит у нас преображение населенных пунктов. А телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Юрьевна Чупахина, директор департамента городской среды, министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова